Всем привет! Рада всех видеть. Спасибо, что в этот вечер понедельника вы решили экологично отметить Всемирный день окружающей среды. И сразу хочу сказать, я немного волнуюсь. Я давно не выступала. Последний раз, наверное, в августе прошлого года до переезда в Тбилиси. Поэтому, если вдруг я буду говорить какие-то непонятные вам термины, пожалуйста, поднимайте руку и говорите, что непонятно, можно сразу нажать следующий слайд. Привет! Меня зовут Мария Павлин. Последние 10 лет я жила во Владивостоке и в августе прошлого года переехала в Тбилиси. Я специалистка по экологичному образу жизни и раздельному сбору отходов. Во Владивостоке я была соучредительницей и директором экологической некоммерческой организации, но из-за переезда оттуда пришлось выйти. Мы занимались развитием раздельного сбора отходов, курировали местный пункт приема отходов, проводили лекции, уроки, мастер-классы как для детей, так и для взрослых, для бизнеса. Сейчас организация все еще это все делает во Владивостоке, но уже без меня. Также я создательница первого на Дальнем Востоке проекта по фудшерингу. И сразу вопрос, все ли знают, что такое фудшеринг? Нет. Фудшеринг это, собственно, от английских слов фудшер, это бесплатный обмен едой. То есть, когда в холодильнике появились какие-то продукты, которые не нравятся, не нужны и так далее, чтобы они не испортились до того, как они испортятся, ими можно обменяться с другими людьми, которым эти продукты интересны. Это вообще всемирное движение, просто во Владивостоке его не было, его организовала я. И, собственно, так на Дальнем Востоке больше нигде его нет, да, Ксюша? Что такое РСЛО? Раздельный сбор отходов. Да, опыт моей экологичной жизни более четырех лет, в этом году уже будет пять, поэтому какие-то знания в этой сфере я имею. Можно нажать следующий слайд. Давайте подумаем вообще, почему вы пришли и что не так с путешествиями. Что может быть не так, по вашему мнению? Тут можно не поднимать руку, сейчас вы не собьете никакую мысль, можно просто сказать какие-то свои мысли. Если они есть, если нет, это тоже нормально. Магнитики не нужны. Супер, Ксюша, ты прям спойлер, знаешь? Ксюша, там еще немного приедут, поэтому... Это что? Углеродный след. Углеродный след, отлично. В целом много одноразовых вещей, в тех же основных коктейлях. Супер. В гостинице, да, очень часто, всякие одноразовые штучки выколотные. Да, а что плохого в одноразом? Они же выкидывают, буквально, типа ты выезжаешь, они выкидывают, это... Городный срок, схоже бы, да. Ну или упаковка индивидуальная тоже будет. Ну, соль, мне не сортировать. Ну, вам всегда говорят, что не буду, я буду тут, зачем все много лежать. Так, Валерий, как плохо, раз слышала про мысов. Ну, нет, не бутылку мыть не будет. Ну, мы ждем, мы будем всегда впереди. Ага, это уже, знаешь, отдельная тема для отдельной лекции про раздельный сбор и что делать с акоскептиками. А сегодня поговорим про путешествия. Можно нажать следующий слайд. Это картинки, ну, точнее, это не картинки, это фотографии из разных частей нашего мира. И тут мы можем видеть, какой большой поток туристов бывает, как и на каких-то природных объектах, так и на культурных. И можно нажать следующий слайд, да. Существует такое понятие, как овертуризм, и оно появилось в 2018 году. Собственно, из-за того, что туристический поток стал настолько большим и стал так много приносить вреда, можно тыкнуть описание, да, стал приносить так много вреда нашей природе и нашему культурному наследию, что стало это уже большой проблемой, для которой понадобилось отдельное слово. И, собственно, овертуризм — это повышенный интерес туристов к определенному месту, из-за чего страдают экосистемы этого места, местные жители и культура. То есть, как мы видим, проблема не только и не столько в природе, например, когда слишком много людей купается, но еще в том, что страдают местные жители, люди, мы все, тоже часть нашей планеты. И, естественно, культура. Как на предыдущей фотографии вы видели Великую Китайскую стену, там достаточно большой поток туристов. И да, она простояла сотни лет, и какое-то время она наверняка еще простоит, но если не контролировать этот поток, возможно, срок жизни таких туристических объектов может сильно сократиться. И от овертуризма по статистике термин, как я сказала, в 2018 вывели, то есть еще до ковида. Конечно, после ковида и после начала войны изменились туристические потоки, и нагрузка уже немного перераспределилась. Но, насколько я помню, в 2022 году, несмотря на то, что в нашей части мира началась война, люди из других стран все начали путешествовать в прежнем режиме, как до ковида. То есть вся нагрузка, которая за ковид сократилась очень сильно, экосистемы восстановились, они снова начали изнашиваться. Можно следующий слайд? Да, и вторая проблема от туризма. Тут немножко про это поговорим. Не будем углубляться в изменение климата, потому что это большая-большая тема, про которую нужно встречаться и разговаривать отдельно. Мировой туризм ответственен за 8% выбросов всех парниковых газов, наряду с транспортом, наряду с предприятиями разными и так далее. И кажется, что эта цифра небольшая, но все-таки в масштабах нашего мира это достаточно большая цифра. Наверное, стоит немножко коротко сказать, что такое изменение климата. Изменение климата — это наша планета, общегодовая мировая температура повышается. И в разных частях нашей планеты случаются разные природные катаклизмы. То есть не везде это глобальное потепление, как любят говорить. Где-то это сильные ветра, из-за чего почва выветривается. Где-то это из-за зацухи лесные пожары. Где-то это сильные дожди, которые затапливают населенные пункты и природные какие-то объекты. И вся наша деятельность человеческая ответственна за то, что климат меняется. Если вдруг вам интересна эта тема, мы можем обсудить это в какой-нибудь другой раз. Вы можете написать либо мне, либо вот в Emigration for Action. И мы придумаем что-нибудь, например, на эту тему, чтобы сейчас... Ну, на этом не останавливаться, потому что это действительно большая тема. Можно следующий слайд? Да. И когда обнаружилось, еще до появления, на самом деле, термина овертуризм, Всемирная туристская организация ООН ввела термин устойчивый туризм. Это туризм, который полностью учитывает текущие, будущие экономические, социальные, экологические последствия, удовлетворяя потребности, собственно, самих туристов, промышленности, окружающей среды и принимающих сообществ. Сложный термин, но суть его в том, что мы все вместе должны работать над тем, чтобы наш туризм был устойчивым. Не только мы, как путешественники, как непосредственно туристы, но и государство, но и бизнес, некоммерческие организации. Все вместе мы должны работать над тем, чтобы эта отрасль развивалась и не вредила при этом ни нашей планете, ни местным жителям, ни нашей культуре. Можно следующий слайд? И существует 10 заповедей экотуриста. Я не стала их отдельно выводить на слайд. Да, я хотела сказать, что вы можете сфотографировать, но вижу, вот отличницы в первом ряду уже это делают. Вот. Они достаточно простые и в целом, ну, очевидные, наверное, мне кажется. Мы можем чуть-чуть по ним пробежаться. Помните об уязвимости Земли? Я думаю, тут все очевидно. Другой планеты у нас нет, есть только эта. Она существовала до нас, она будет существовать после нас. И в целом Земле нормально без людей. Это мы очень сильно от нее зависим. Дальше. Оставлять только следы, уносить только фотографии. Здесь имеется в виду не только мусор, который, мне кажется, первый приходит в голову, когда посещаешь какое-то место, там, убрать за собой после пикника. На самом деле тут имеется в виду еще и не оставлять каких-то... У вас тут весело. Не оставлять какие-то, знаете, на камнях надписи, какие-то ленточки на удачу, выцарапотенциалы. Если были в ботаническом саду, там есть бамбуковая рощица, ну такая прям небольшая, и там очень много инициалов, очень много инициалов. Это меня, конечно, очень сильно расстроило. Познавать мир, в который попал или попала культуру народов, география, это как раз-таки про то, что если мы приезжаем в новое место, мы там гости. И мы должны знать местные обычаи, местную культуру, и попытаться, насколько это возможно, проникнуться ими. Уважать местных жителей, это в целом примерно то же самое, только тут уже непосредственный контакт с местными жителями должен быть уважительным. Не покупать изделия производителей, подвергающих опасности окружающей среды. Я считаю, что это next level, когда ты ввел уже какие-то свои привычки, изменил свой обычный уклад жизни и так далее, потому что проверять буквально каждого производителя не так уж просто. Соответственно, нужно приложить какое-то определенное усилие, либо получить уже им или иметь какие-то определенные знания, когда ты в магазине выбираешь товар, который не вредит окружающей среде, потому что, конечно, производители не пишут, что, знаете, я вот сегодня там озеро какое-то загадил, чтобы сделать для вас этот порошок. Поэтому, ну, тут уже чуть-чуть сложнее. Всегда следовать только протоптанными тропами. Здесь скорее относятся это к заповедникам, национальным паркам. Когда есть тропа, она не просто так существует. С нее нельзя сходить даже ради красивой фотографии, даже если вы увидели белку, я не знаю, цветочек и так далее, потому что, скорее всего, в этом месте краснокнижные растения, краснокнижные животные, птички и так далее, которым любое вмешательство абсолютно точно может навредить. Тропы проложены не просто так, поэтому ни в коем случае не сходите с них, если они существуют. Так, так, я потерялась. Ага. Поддерживать программы по защите окружающей среды. Мне кажется, тут все максимально понятно. Заниматься благотворительностью, в том числе в местах, куда вы непосредственно приезжаете. Дальше. Где возможно использовать методы сохранения окружающей среды. Это то, о чем мы сегодня вообще поговорим. Как сократить количество мусора и как подготовиться к путешествию и так далее. Здесь тоже поддерживать, патронировать организации, содействующие защитой природы. Природа это перекликается с седьмым пунктом. Но это скорее имеется в виду на постоянной основе. То есть регулярно жертвовать не только от случая к случаю в какой-нибудь праздник, а вообще подписаться, допустим, на регулярное пожертвование. И путешествовать с фирмами, поддерживающими принципы экотуризма. Я думаю, что тут немножко тоже уже скорее следующий уровень, когда вы немножко разобрались, что вообще это такое, как что делать и так далее. А вы уже начнете понимать, с кем можно путешествовать, с кем нельзя. Это будет достаточно очевидно по тому, какие активности во время путешествия вам предлагают. И можно следующий слайд. Собственно, что такое экологичное путешествие? Это бережное путешествие по отношению к природе, местным жителям и местной культуре. Можно сказать, это три кита, на которых базируется этот термин. И вот можно просто запомнить. Природа, местные жители, местная культура — это то, что мы уважаем, что важно в любом нашем путешествии. Я забыла сказать, не знаю, как для вас, я вот для себя путешествия воспринимаю не обязательно как поездка в какую-то другую страну, или очень далеко, или поездка, которая занимает много времени. Для меня путешествие, например, в горе или в Цхету, когда это один день, это тоже путешествие. И поэтому все эти принципы можно использовать даже в коротких поездках, даже если это ваша родина. Например, допустим, я из России, приведу пример по России. Естественно, в разных регионах живут разные национальности, разные народности. У них могут быть абсолютно разные привычки и традиции, о которых я могу не знать, потому что просто я жила и росла в другом регионе. И об этом тоже не стоит забывать. Можно следующий слайд? Да. И я хочу сказать, что подготовка к путешествию — это очень важный этап. И вообще, лично для меня, путешествие начинается уже на моменте, когда я куда-то захотела ехать. Потому что дальше начинается этап подготовки покупки билетов, бронирования и так далее. И сейчас мы пройдемся по всем этапам подготовки. Можно, да. Начнем с выбора места. Естественно, то, что ближе к нашему дому, оно считается более экологичным. Потому что ближе ехать, меньше вещей мы берем с собой, скорее всего, если это близко. Ближе, когда мы едем... Секунду. Чем ближе мы к дому, тем меньше наш, собственно, углеродный след. Что такое углеродный след? Это выбросы от наших вообще действий в целом, ну и от поездки в частности. Про углеродный след еще чуть-чуть поговорим попозже. Дальше... Ну, и, соответственно, когда мы близко к дому, когда мы не летим в другую страну с несколькими пересадками по несколько часов, наш углеродный след, соответственно, меньше. Непопулярные туристические направления. Я думаю, по фотографиям популярных туристических направлений в целом понятно, почему это экологичнее. Потому что нагрузка на непопулярные туристические направления гораздо меньше, потому что поток людей там меньше. Еще популярные туристические направления вне сезон. Это не какая-то прям градация, но это то, на что вы можете ориентироваться, когда выбираете место для путешествия. Популярные туристические направления вне сезон Понятно, что, скорее всего, если это поездка на море, там нельзя будет покупаться И тогда это, возможно, не будет очень интересно Но есть места, если, ну, мне кажется, если вы едете в какую-то мировую столицу вроде Рима или Парижа В целом, если там плохая погода, ну, в Париж мы куда-то, в Лувр, да, по каким-то музеям посмотреть какие-то места Это не так сильно влияет Да, не будет, возможно, зеленой травы Но тут надо оценить, сильно ли она вам нужна Может, вам достаточно ее дома, потому что в нетуристический сезон людей будет гораздо меньше Это в этом, кстати, тоже плюс, это минус очереди Это, скорее всего, экономия, потому что рестораны по всему миру, по-моему, любят завышать цены в сезон Дальше такой вид путешествий, как волонтерские программы Сейчас это, ну, в нашем сообществе среди русскоговорящих только набирает, мне кажется, обороты Да, есть прошаренные люди, которые так ездят, но вообще в Европе, в США это очень популярная история уже давно Когда ты можешь свой отпуск совместить с волонтерством в каком-то заповеднике И ты в этот момент, во-первых, экономишь, потому что чаще всего тебе предоставляют жилье и питание за твою работу Во-вторых, ты изучаешь новое место И в-третьих, ты помогаешь какой-то организации, которая защищает природу Это тоже как вариант путешествия Но я прекрасно понимаю, что есть, наверное, у всех какие-то места супер популярные, которые хочется посетить У меня таких мест очень много, и я знаю, что они жуть какие-то популярные Например, я не была в Париже Я хочу побывать в Париже Поэтому я не говорю, что мы не должны путешествовать по популярным местам Потому что это не экологично, там очень много людей Мы можем это делать Просто вопрос в том, как мы подготовимся к этому Что мы возьмем с собой и какой след оставим И можно перейти к следующему слайду Собственно, выбор транспорта Да, все правильно На транспорт приходится Мы видели статистику по туризму Это 8% парниковых газов А на транспорт вообще 13,5% И кажется, что это немного Но опять же говорю, в масштабах планеты, которая нагревается И никак не может перестать это делать Это очень много И больше всего, как вы заметили Выбросов производят автомобили Затем самолеты, затем морской транспорт И меньше всего железнодорожный И что же делать в таком случае Как нам выбирать наш транспорт Можно на следующий слайд Лучший вариант ножками Как вы понимаете Это то, что, собственно, никаких выбросов от этого нет Если вы еще не сворачиваете строп То вообще прекрасно Естественно, этот вариант Не для путешествия в другой город Но если только вы не какой-то прокачанный спортсмен Или спортсменка В целом тоже можно Здесь имеется в виду Когда вы уже приехали в какую-то локацию В какой-то город У вас есть выбор, на чем вы внутри будете передвигаться И можно выбрать такси Можно взять в аренду автомобиль Можно поехать на общественном транспорте Не забывайте про такое прекрасное создание нашей природы, как ноги Ноги же можно использовать в хайкинге и в трекинге В моем детстве это называлось просто поход Но сейчас для этого есть отдельные термины Хайкинг это пеший поход до одного дня Трекинг это длительный пеший поход Тоже классный вид отдыха Но, опять же, все должно идти как бы от сердца Как говорится, эзотерически То есть, если вам действительно тяжело ходить То не нужно себя заставлять Потому что, ну, это экологично Нет, это не экологично по отношению к себе В первую очередь мы думаем, мы думаем о природе Но еще думаем о себе Потому что, если мы живы, мы больше можем приятных штук для нашей природы сделать И, конечно же, велосипед и самокат Здесь имеется в виду как раз уже, когда мы куда-то приехали И у нас есть разные виды передвижения Велосипед и самокат отличный вариант Если достаточно, ну, если, допустим, брать европейские города Мне кажется, там вообще прекрасно Потому что там очень много мест велосипедизировано Вот И там достаточно комфортно передвигаться именно на велике Это будет и дешевле, и экологичнее Его можно взять в аренду на время своего отпуска Просто, кажется, очевидные вещи На самом деле, о которых мы забываем Я вот вам решил напомнить Можно нажимать следующий слайд Вот Поезд Вообще, коротко выбирайте, если поездка недалеко Либо если вы любите поезда Это самый экологичный, да, вид транспорта после велосипеда И там наших ног, да Но, честно У меня с поездами опыт не самый приятный Я просто родом из Байкаля Я во Владивосток 4 года даже больше ездила Там 2 раза в год, 2,5 суток на поездах Я видела, мне кажется, все Я прошла школу жизни Ну, в общем, это прям на любителя Я понимаю для себя, что длительную поездку Больше, наверное, больше суток в поезде Я вообще не хочу больше в своей жизни испытывать Если только, наверное, это не СВ Когда я еду вдвоем с мужем и нам никто не мешает В общем, конечно, тоже смотрите с точки зрения комфорта Но, вот, пример в Тбилиси Я знаю, что в Батуми можно добраться на электричке Ну, взять в аренду машину У нас тут нет машины Или на самолете даже И, естественно, электричка, по-моему, самый прекрасный вариант Да, это будет чуть дольше, чем другие варианты Но это точно будет экологично Ты ни о чем не паришься Просто сел и поехал, а потом приехал Можно следующий слайд Что же делать с самолетами От которых тоже очень много выбросов И тут есть некоторые лайфхаки, так сказать Которые мы можем придерживаться во время наших поездок В идеале, конечно, это должны быть прямые рейсы Да, они иногда бывают дороже, чем рейсы с пересадкой Естественно, нужно смотреть по собственным возможностям Я там никого не агитирую Если денег нет, брать только прямые рейсы Но смотреть маршрут Тут приходят Вообще, что касаемо самолетов Мне кажется, в интернете просто существует миллион тысяч гайдов Именно как там купить дешевое путешествие и так далее Что это все надо делать заранее Я это все рассказывать не буду Я в этом не специалист Просто могу вам посоветовать Ну, что, скорее всего, заранее билетов просто элементарно больше Это стоит планировать Можно совмещать с другими видами транспорта Допустим, если у вас один рейс, он длительный А потом вам нужно в какой-то населенный пункт уже Ну, в стране назначение Куда вы, собственно говоря, приехали Рассмотрите вариант поезда, автобуса, рейсового и так далее Автобус, возможно, это не самый лучший вариант Но все-таки, если самолет летит час Возможно, автобус будет удачнее Либо какие-то еще варианты То есть не забывайте, что существуют не только самолеты Где-то хорошо налажено железнодорожное сообщение Возмещайте свой углеродный след Про углеродный след мы немного говорили Я не стала отдельно советовать вам какие-то сайты Потому что это вообще легко гуглиться И счетчики вашего личного углеродного следа Ну, всем нравится просто разное Можно просто погуглить и посмотреть Какой углеродный след оставляете вы в течение года И отдельно есть счетчики, которые считают Именно ваш транспортный след от полета Я не знаю, почему так повелось Но вот считают обычно только от самолета Не считают другие виды транспорта То есть если вы путешествуете на машине Почему-то не принято возмещать этот углеродный след Наверное, потому что машина у нас не только для путешествий Но и в целом для передвижения Это наш обычный привычный транспорт Но, в общем, существует такая система Даже когда вы бронируете билеты В некоторых авиакомпаниях Когда вы пишете рейс Можно увидеть, сколько CO2 будет выброшено во время полета Также есть проекты возмещения Я знаю только российский Например, посади лес То есть вы там пишете свою поездку И он вам пишет, сколько CO2 выброшено И какое пожертвование, какой суммы нужно сделать На эти деньги Эта организация, эта некоммерческая организация Посадит лес По поводу леса и возмещения леса Сейчас экоактивисты уже спорят Что это якобы не очень продуктивно Отчасти это действительно так, потому что лес очень долго растет Пока он начнет поглощать в нужном количестве Пройдет очень много лет Плюс надо быть уверенным, что эта организация следит за своим высаженным лесом Потому что есть такая проблема, когда высадили Тысячу деревьев и забыли про них А за ними нужно ухаживать Это в любом случае они сами по себе растить не будут Но тем не менее существуют организации, которые просто занимаются вопросом изменения климата И так далее Можно сделать пожертвования им Или там, если вы не хотите, допустим Российские какие-то организации поддерживать Как посади лес Можно поискать международное их большое количество А берите небольшой багаж Или путешествуете без него Чем тяжелее самолет Тем больше выбросов CO2 от него Поэтому, когда у нас нет багажа Или он очень маленький, или он очень легкий Это, конечно же, экологичнее Можно на следующий слайд Можно здесь ситуация Я забыла вам рассказать про самолеты Во Франции запретили авиаперелеты между городами внутри страны Если на них можно добраться на поезде за 2,5 часа Мне кажется, это очень классная практика Потому что зачем вообще существуют рейсы Не знаю, 20-ти минутные, 30-ти минутные Если от них очень много выбросов и если есть поезда Автомобиль Общественный транспорт Если это автобусы какие-то Это, собственно говоря, тоже автомобили Поэтому, если есть возможность куда-то Точнее, нет возможности добраться на поезде Пешком как-то еще альтернативно Можно пользоваться рейсовыми автобусами Маршрутками и так далее Потому что чем больше людей в автомобиле Тем меньше ваш личный углеродный след Потому что углеродный след этого автомобиля Делится на всех пассажиров И отсюда же следующий пункт Берите попутчиков Если вы любите путешествовать один или одна То на автомобиле это не очень экологично Лучше возьмите друзей Желательно, чтобы вся машина была полная Тогда углеродный след делится на вас, на всех И машина не ездит полупустая Достаточно большие расстояния Вообще, есть очень много правил Как экологично водить автомобиль Мы тоже углубляться не будем Если вы водите авто То вы можете почитать о них дополнительно Я коротко скажу, что стоит выключать двигатели Во время стоянок Планировать свою поездку заранее Чтобы не попадать в час пик Потому что попадая в час пик Вы стоите в пробке Выделяете кучу вредных веществ в воздух И при этом особо не передвигаетесь Ну и если вы, допустим, берете машину в аренду То советую электрокары Рассуждать, что экологичные электрокары Или обычные автомобили мы сегодня не будем Потому что это тоже отдельная экологическая дискуссия Можем переходить сразу дальше После того, как вы выбрали, как вы доберетесь Спланировать развлечения Я объясню почему Потому что, когда мы заранее знаем Куда мы в конкретном городе Будем ходить и ездить Мы можем выбрать жилье Наиболее близкое к этой точке Вроде бы очевидно Но не все об этом помнят Если вы ездите в какой-то город Но вы понимаете, что там в городе Вообще ничего интересного нет Вы будете постоянно за город Куда-то на природу и так далее То зачем вам бронировать жилье в центре города Это, ну, нелогично Поэтому заранее планируйте путешествия Возможно, для людей Которые не любят планировать Это звучит ужасно Мне очень жаль Но это экологично Вот Поэтому, что я советую У меня, например, Буш Он там сидит в уголке Он не любит особо планировать путешествия Мы договорились, что у нас будет так Один день спланирован Один день якобы спонтанный Но мы заранее знаем, что вообще есть Поэтому мы сейчас поговорим про развлечение Еще, а потом про жилье Собственно, приезжая куда-то Изучайте культуру местных жителей Это, конечно, как вы понимаете Не только история про то, что походить по музеям И что-то такое Попробуйте познакомиться С культурой Непосредственно сходить к кому-то в гости Например Это может быть гораздо более интересный опыт Есть такой сервис Каучсерфинг Знаете про такое? Ага, кто-то знает, кто-то не знает Расскажу Каучсерфинг Это классная штука Чтобы бесплатно пожить Вообще в любой точке мира Когда ты приезжаешь к местному И живешь в него бесплатно А взамен вы обмениваетесь Ну, чаще всего это для изучения языка То есть, если кто-то изучает, допустим, русский Вы учите его русскому Он вас английскому И там вы не платите Но, допустим, вы покупаете продукты Или готовите еще свое какое-то национальное блюдо Чтобы познакомить его с культурой своей страны А он познакомит вас с культурой своей страны Но на самом деле для этого не обязательно у кого-то жить На самом этом сайте можно просто знакомиться с людьми И можно просто с ними встречаться И общаться, и разговаривать, и дружить И не обязательно для этого вот именно у кого-то жить То есть Все во всех заинтересованы Человек хочет познать вашу культуру вы хотите хотите познать культуру этой конкретной страны и это тоже классный способ потом выбирайте отдых который не приносит много мусора и не загрязняет природу кажется очевидно да вы такие ну блин это все знают но допустим когда вы отдыхаете на море там есть куча разных вариантов как провести время на море да можно полежать на пляже можно на сапборде покататься можно покататься на яхте и если выбираете яхту она загрязняет море плюс она шумит прости снежана я знаю что у тебя был большой трип на яхте ну вот так плюс она шумит и на самом деле это приносит вред флоре и фауне местно потому что рыбки как бы вообще не привыкли к тому чтобы какие-то волны какие-то там тени и шумы и так далее не только рыбки но и всякие другие обитатели морские поэтому в данном случае если прям нет острой необходимости у вас путешествия не на яхте и вы допустим уже катались на яхте можно выбрать сап потому что он не шумит от него нет никаких выбросов и на самом деле это очень классное времяпрепровождение обожаю сап и очень сильно скучаю ну и естественно про мусор ну не оставляем ничего но мне кажется если вы пришли слушать про экологичное путешествие на вредно вряд ли уж оставляете мусор на природе будем честны не посещайте цирки животными океанариумы и зоопарки сейчас заплакали родители у которых дети любят все эти развлечения но на самом деле как вы понимаете все животные должны жить на воле они должны жить в естественно среди обитания и таких штук как цирки животными зоопарки океанариумы не должно существовать в том привычном понимании когда это бедные загнанные животные выловлены на потеху публике при этом при этом есть такая прекрасная вещь как центре реабилитации диких животных когда это животное с травмами или когда это какие-то волонтерские проекты не обязательно волонтерские это могут быть не гомерческие проекты по возвращению сейчас секунду я соображу чтобы вернуть в общем популяцию ее нужно сначала вырастить так сказать с детенышей и конечно такие места нужно посещать и обязательно жертвовать им деньги и можно участвовать в их деятельности например я знаю что есть проект на бали когда волонтеры спасают яйца черепах еще там можно помыть всякие аквариумы в которых содержится собственно черепахи и это мне кажется это классный вид и отдыха и развлечения одновременно потому что ну где вы вот такую большую черепаху на ручках подержите надеюсь что нигде и надеюсь что в естественной среде обитания вы этого делать не будете но допустим вы можете помочь тем что помоете какой-то аквариум где она содержится или по переносите яйца черепах и это тоже будет полезно и а собственно мы перешли уже к следующему это как раз таки про отдыхайте с пользой в том числе посмотрите когда вы приезжаете в какое-то место какие ли там есть некоммерческие допустим организации какие есть варианты волонтерского отдыха могу кстати про immigration for action привести пример собственно там где мы находимся если вдруг кто забыл у меня есть знакомая который живет в москве и которая приезжает в тбилиси волонтерить в организациях и вот она например в волонтере в том числе в immigration for action то есть она свой отпуск совмещает с волонтерством и с пользой и здесь еще один пунктик отдыхайте с пользой возьмите с собой на пляж пакетик пособирайте чужой мусор знаю что для кого-то это это ж не я оставил я так никогда не делаю и так далее но если мы вдруг все потихонечку будем собирать за другими я приверженец теории малых дел я надеюсь что таким образом мы все-таки можем сможем изменить ситуацию потихонечку и избавиться от мусора во первых а во вторых все-таки показать людям вокруг что так лучше не делать жилье у местных жителей в гостевых домах или в гостиницах наилучший вариант и причем это не каучсерфинг кстати говоря потому что каучсерфинг в целом туризм не так сильно развивает и развивает но конкретно вот сферу аренды жилья не очень потому что вы же по факту живете бесплатно ну да вы там возможно на туристические какие-то штуки потратитесь но в плане жилья вы в экономику данного места никак не вкидываетесь так сказать поэтому почему не стоит выбирать сетевые мировые какие-то отели типа хилтон или что-то там в этом духе их не очень хорошо знаю просто потому что вся прибыль большая часть прибыли от них идет в штаб-квартиру и очень мало денег на самом деле остается в городе в котором собственно этот отель находится поэтому если есть возможность лучше выбирать жилье у местных дальше если все-таки нужно выбрать гостиницу то можно проверить его по сертификату green key это гуглится просто на сайте можно ввести посмотреть страну я кстати проверила грузию там нет ни у кого в грузии нет гостиницы этим сертификатом к сожалению это сертификат он является ведущим стандартом качества области экологической ответственности и устойчивого развития в индустрии туризма то есть что мы говорили устойчивый туризм и это престижный сертификат не каждая гостиница его может получить не каждый отель потому что отель который его получил прошел очень большую аудиторскую проверку и действительно заслуженно его получил то есть просто написать что у нас там такие-то практики введены не прокатит потому что это обязательно проверить дальше на booking можно выбрать жилье с значком осознанное путешествие вот с таким вот я думаю вы видели если вдруг там бронировали и если есть такая возможность по деньгам по времени так далее лучше выбрать такое жилье единственный момент что я не нашла проверяет ли booking это как-то кроме анкеты там есть анкета которую хост заполняет и отправляет то есть приезжает ли кто-то смотреть я предполагаю что нет ну потому что очень много очень большой рынок на букинге жилья чтобы наверное приезжали и проверяли но тем не менее мне кажется скорее всего по большей части мы можем этому доверять потому что ну вряд ли кто-то настолько осознанный что решил сорва соврать про экологию чтобы заработать побольше денег но это какой-то следующий уровень хотя всякое бывает можно следующий следующий получается слайд да собственно все еще планирование как вы понимаете все еще планирование еще никуда не уехали что взять с собой у меня есть демонстрационный материал можно следующий слайд я пришла вас развлекать во первых вот такая прекрасная вещь как шоппер он складной но я просто туда сложила все остальное это реально то что я беру с собой это не то что я такая придумала это то что я таскаю с собой начнем будем играть в угадай что это такое вот реально это самое сложное давайте самого сложного нет 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 да это бахилы это серьезно это бахилы это многоразовые бахилы тут у нас немножко лекция про zero waste ой сори они не такие чистые как я думала но ничего страшного они многоразовые я в них ходила я их не стираю каждый раз зачем брать с собой бахилы путешествие музея еще куда надо смотрим если это самолет там заставляют надевать одноразовые бахилы иногда можно пройти босиком ну такое не знаю ну вот кому-то норм кстати у меня муж тоже низко ходит мы должны так что как вариант можно не таскать лишнее можно пройтись если не брезг уйти а можно взять с собой так ну наверно это очевидно что это точно ксюша бинго это два стакана один складной вот такой то есть он типа немного места занимает в сумке на самом деле не очень удобный но какой есть такой вам и показываю а второй это термос то есть сюда классно наливать до классный вопрос классный вопрос во первых лайфхак когда вы в самолет берете и если у вас включено питание допустим длительный перелет стюарды не отказывают более того наливают много то есть если вы даете вот такой стакан они реально вам нальют вот ну не вот столько но вот столько то есть это проверено потому что я не знаю как у вас но у меня когда они наливают вот такие маленькие мне нужно ну потом еще потому что очень сильно сохнет кожа и нужно больше воды и поэтому вот такой стакан отлично удовлетворяет потребность а также в некоторых аэропортах не во всех к сожалению есть питьевые фонтанчики когда можно набрать в свою стаканчик или в свою бутылку иногда кстати на досмотре если вы вдруг идете со своей водой могут ее не заметить но я конечно не советую вам пользоваться этим но у меня реально несколько раз было что мне не просили вылить воду и я спокойно проходила я просто забывала это не намеренная какая-то акция просто совпадение в заведениях бывает по-разному зависит от страны в целом в грузии мне ни разу не отказывали в турции в турции тоже до до майка please они конечно смотрят на тебя удивлена чаще всего если это там не какое-то супер осознанное кафе в котором все так делают но в целом наливают без проблем когда был к вид ну я конечно россии в тот момент было были сложности то приходилось доказывать но благо на русском доказать проще чем другой стране поэтому но все равно часто отказывали но вообще но откажут и откажут вы хотя бы попробовали правильно и это еще стоит брать с собой бутылку я просто не стала ее сегодня брать потому что если это лето мы нам нам хочется пить мы покупаем бутылки с водой мы покупаем эти бутылки 0 5 и выпиваем если это какой-то длительный поход по всем тур местам выпиваем очень много таких бутылок естественно это большое количество мусора но если мы возьмем с собой бутылку в заведениях уж в воде ну бывает конечно если там нет фильтров допустим и они продают будут воду только в бутылках там может возникнуть сложности в целом чтобы отказали в воде но бывает очень редко плюс питьевые фонтанчики бывают в тбилиси например они точно есть вы их точно видели дальше ну тут тоже очевидно дальше сам все все простое будет контейнер зачем брать с собой контейнер да на самом деле можно во первых взять с собой перекус и некоторые если длительный перевод перелет вам дают чаще всего всего в одноразово естественно упаковку нет неестественно в аэрофлоте кстати последние пару лет по крайней мере владивосток москва в рейсе давали обычную посуду что меня конечно восхитило тем не менее общепринятая практика все-таки 1 раз вы можете взять с собой в самолет если есть время и вы готовы так запариться это первое второе что-то можно купить в свою в свой контейнер если это нельзя в там во фруктовку положить и да если в ресторане что-то осталось можно собрать с собой в номер в гостиницу либо в апартаменты которые вы снимаете дальше а не знаю кстати вот это будет легко или сложно но если я открою вы сразу поймете кто-то смотрел мое видео в инстаграме да это столовые придут приборы просто одни бамбуковые другие пластиковые я чуть-чуть покажу ну типа это просто просто столовые приборы которые беру с собой потому что иногда в некоторых заведениях нет нормальных приборов и они используют одноразовые и собственно тут палочки ложка и кстати одноразовая вилка которая со мной года четыре я не знаю в общем давно уже она уже не одноразовая так так тут осталось совсем простое ну вот это кстати если кто-то совсем не в теме будет непонятно что это да для фруктов и овощей парочку но если вы покупаете конечно что-то либо орешки какие нибудь можно то есть то что они слишком грязная не слишком рассыпется можно брать с собой в целом тоже нигде не отказывали они конечно смотрят как на сумасшедшую чаще всего ну и что зато зато запомнят возможно задумаются и вот это но это тоже понятно сейчас спросите зачем а почему антисептик а почему антисептик да потому что влажные салфетки они не бумажные это не тканый материал с используя в котором присутствует пластик то есть выбрасывая его вы как бы неизвестно сколько она будет разлагаться возможно несколько столетий возможно никогда не разложится мы точно не знаю поэтому если есть возможность лучше использовать антисептик и например платочек либо хотя бы сухие салфетки особенно на природе потому что все еще существует миф что влажные салфетки можно вот на природе выкинуть они же разложатся классно что вы не такие но знаете каждый раз когда вдруг какая-то уборка в лесу или даже просто идешь в лесу где проходят пикники обязательно куча этих салфеток который меня сводится это должно красиво я не уверена что она разлагается честно говоря мне кажется что это нет но но смотрите давайте поговорим об этом конечно есть материалы которые разлагаются в том числе наверное существует такая туалетная бумага вопрос в том в какой в какой среде она может разложиться если вы смыли это в унитаз допустим ну так ладно если это путешествие допустим вы оставили на природе чаще всего вещи допустим пакетовый если вы в грузии видите они типа биоразлагаемые но они биоразлагаемые только в условиях городского компостирования то есть если вы эти пакеты закопаете в землю они не разложатся они в точно таком же виде будут еще десятки лет лежать соответственно нужно смотреть что это за бумага что у нее в составе если там действительно существует какая-то я сильно сомневаюсь потому что чаще всего это нетканный материал и какая среда должна быть для разложения то есть возможно да в городском каком-то в общегородском это не в смысле городской компост где мы пришли свои кожурки накидали это в смысле когда отдельно собирают все органические отходы с города и существует специальное предприятие которое занимается собственно переработкой если эта бумага разлагается там то понятно что на природе она точно также пролежит то есть нужно смотреть состав и что в нем чаще всего там просто есть пластик просто ну мы как-то не привыкли смотреть по моему на составы влажных салфеток вот не не общепринятая практика возможно существует да да ну в смысле так я вообще кстати не понимаю прикола прошу прощения влажной туалетной бумаги я ее видела я ее не понимаю а если обычно но вот ну я нет я думаю что это неправда серьезно я думаю что ну просто это написано как на пакетах написано что они биоразлагаем но там для их биоразложения нужно танец бубном сплясать по поводу бумаги что мешает обычную взять антисептик и обычно туалетную бумагу положить в пакет в смысле да 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 я могу сказать за россию стопудов нет ну в смысле серьезно у нас рынок вообще в этом смысле не развит возможно в европейских наоборот странах что то есть я не могу говорить но в нашей среде принято считать что что влажные салфетки что туалетная бумага влажная это все даже если там написано биоразлагаемое что это greenwashing greenwashing это псевдо зеленый маркетинг то есть это обман по факту потребителей и здесь есть еще пара вещей которые не стала брать это тапочки например я думаю что вы понимаете как она как они выглядят тапочки зачем брать с собой потому что часто в гостиницах есть одноразовые которые люди с радостью используют и которые там выбрасываются в огромных количествах я советую брать резиновые потому что это удобно вы можете в них ходить по номеру вы можете их надеть в бассейн баню сауну вы можете в них же пойти на пляж и вообще куда угодно в целом ну просто это удобно кто-то берет с собой свои домашние теплые тапочки тут как бы по настроению по желанию по месту в багаже косметика в миниатюрах по той же причине что чаще всего в гостиницах есть вот такие маленькие бутыльки которые честно говоря я думаю редко проверяют использовали вы их или нет поэтому можно даже заранее или там полностью использовали открывали нет это чаще всего выбрасываться вообще можно следующий уровень заранее написать и сказать что вы можете не классе одноразовые свои расходники потому что я там приеду со своим и всю косметику в миниатюрах еще стоят миниатюры это вот такие маленькие баночки я думаю все видели в магазинах продаются когда ты переливаешь своей большой бутылки в эту маленькую и это еще удобно тем что на месте ты не покупаешь каждый раз новое потому что это дополнительные траты и естественно это дополнительный мусор лучше взять свою косметичку и снаряжение здесь я имела ввиду то что допустим если вы едете кататься на лыжах и вы делаете это там три раза в год стоит ли для этого покупать лыжи лыжник очки ну и все там другое оборудование то есть возможно можно попросить у друзей и не всегда нужно снаряжаться и полностью все покупать новое особенно если вы не уверены что это увлечение останется с вами надолго вообще классная штука просить у друзей и я просто здесь это отдельным пунктом выделила то что можно попросить палатку например и так далее если у вас один поход за лето очевидно вам своя палатка не очень нужно вот можно следующий сокращаем мусор от поездки почти что наверное уже можно сказать уже едем уже подготовка закончилась можно следующий слайд просто поговорим про разные маленькие лайфхаки собственно вот этот набор тоже призван сократить количество мусора от вашего путешествия не печатайте билеты воспользуйтесь электронной версией чаще всего с этим не возникают проблемы иногда возникают но если они возникают можно напечатать билет прямо на месте причем это касается билетов не только на самолет поезд там автобус если есть такая возможность это в том числе билеты на разные в разные музеи выставки и так далее их тоже иногда можно купить онлайн просто мы об этом забываем и тем самым мы тоже можем сократить количество своего мусора у нас в вот мы недавно ездили в стамбул и там для людей с электронным билетом в одном музее была отдельная пустая очередь а для тех у кого кто шел в кассу была огромная просто очередь там ну я не знаю сколько мы наверное минут 20 точно 30 стояли то есть иногда этот лайфхак еще и экономит ваше время наливать свои напитки в свою тару это понятно или вариант если у вас есть время и вы можете посидеть заведение попить из нормальной посуды можно выбрать этот вариант допустим у вас нет своей кружки водки ну получается все безвыходная ситуация надо взять на раз в стаканчик ну не совсем можно выбрать заведение где есть нормальная посуда пожалуйста не стесняйтесь спрашивать нормальную посуду я в тбилиси реально часто сталкиваюсь с тем что в кофейнях наливают в однораз а когда-то и и нигде не видно вообще посуда другой и все пьют из однораза сидят на веранде но именно в кофейню и если спросить они там из какого-то шкафчик из-под полы нехотя потому что потом же мыть достают эту посуду нормально но тем не менее они ее достают поэтому всегда уточняйте в этом нет ничего страшного просите не класть трубочку это тоже то что то что стоит помнить я сама честно иногда об этом забываю попросить не положить трубочку к своему напитку и все еще существует такая практика подача трубочки когда я тебе буквально заслу закинули и то есть ты уже ничего не можешь сделать она наверняка будет выброшена иногда ее кладут рядом ну тут можно уже с официантом договориться и сказать я ее не трогал я не использовал пожалуйста для другого для следующего посетителя ее использовать ну бывает по-разному кто-то может отказать это окей питайте заведениях или готовьте самостоятельно здесь имеется в виду в путешествии избегайте фастфуда понимаю что он иногда бывает классные вкусные но если есть такая возможность лучше его избегать просто с точки зрения количества мусора который произведет этот фастфуд редко фастфуд головает в обычной посуде чаще всего это что-то одноразовое приборы понятно забирайте остатки еды с собой тоже понятно про контейнер мы поговорили не заказывайте слишком много кстати про это тоже еще отдельно будет пропитание если разделяете отходы разделяете их в путешествие я заметила что среди экс-сообщества может быть тех кто не так дал давно разделяет отходы есть такая штука но я еду в путешествие мне слишком сложно там что-то искать ну вообще с учетом 22 года телеграме есть миллион чатов мне кажется по каждому по каждой стране так точно и там точно можно что-то спросить по поводу раздельного сбора отходов и они иногда бывают в самых неожиданных местах просто заранее узнайте проверьте правилите ну если едете в англоговорящую страну или там вне русскоговорящей скажем так страну погулять на английском вот и все чаще всего есть какие-то варианты про влажные салфетки поговорим путались слайды ну да ладно можно следующий слайд бережем ресурсы это тоже уже непосредственно в путешествие можно пока я хотела сделать угадайку чтобы немножко как хорошо что такое бережем ресурсы и что этого про что это как вам кажется тут есть большая подсказка конечно но тем не менее классно это такое тоже не сразу приходит на ум когда говоришь про сбережение ресурсов у меня этого нет кстати можно следующий слайд до выключать воду когда чистите зубы намыливаетесь или проводите другие уходовые процедуры но мы привыкли что когда зубы чистим надо выключать но не думаем о том что когда мы просто стоим по душам и намыливаем голову тоже льется вода и часто зря можно выключить намылить помыть хорошо потом снова включить и так далее ну и это дело привычки это только поначалу кажется что сложно что туда-сюда переключать на самом деле просто привыкаешь выключайте электричество если вас нет в номере кажется очевидно но иногда люди забывают не оставляйте свои зарядные в розетках если в этот момент ваш телефон компьютер любой гаджет не заряжается потому что очень мало и но все-таки тратится количество энергии в отеле попросите не менять белье ежедневно конечно там зависит от количества звездочек но вообще меняют в отелях очень часто белье будем честны дома вы наверное я лично не меняю полотенца каждый день ну то есть если это какое-то путешествие там пять дней допустим и вы не лазили я не знаю в какие-то гроты грязные так далее не испортили там не запачкали все постельные все полотенца то нет необходимости менять их каждый день даже через день можно делать это гораздо реже и ну для этого существуют специальные таблички там поменять постельные либо не менять плюс посмотрите правила отеля иногда бывает что если полотенце где-то висит или она наоборот брошена это значит что его нужно заменить поэтому внимательно если вдруг не знаю любите раскидывать полотенце кто-то может это воспринять как причину его поменять можно следующий слайд питание немножко уже затронули можно еще так перелеснуть и поговорить питать в местных ресторанах не сетевых это такое знаете с одной стороны экологический совет с другой стороны день знаю ну какой-то туристический совет потому что ну вот вы приехали в другую страну там есть своя местная кухня а вы едите мак ну для меня вот честно это странно но вы же приехали в том числе и попробовать что-то новое попробуйте не питаетесь сетевых да иногда это франшизы иногда это местный бизнес и деньги точно останутся в экономике этой страны но иногда это все-таки уходит в головной офис какой-то европейские американские и так далее покупайте локальные сезонные продукты если вы если вы в сезон что такое сезонные продукты вообще легко понять то что на прилавках увидите это что стоит дешево это сезонная если что-то стоит дорого значит это либо не сезон либо это везли очень издалека если это допустим не фрукт не фрукт овощи можно смотреть страну производителя собственно на упаковке например в грузии есть замороженная курица из китая представляете как издалека она ехала ну то есть это просто сумасшествие какое-то потому что наверняка можно найти что-то местное заказывайте в стол здесь имеется ввиду что если вы кушаете компании или даже вдвоем можно заказать несколько блюд главное всегда помнить о размере своего желудка насыщение и так далее то есть не заказывать слишком много в стол но допустим не чтобы не получалось так что каждый на себя заказал по салату в итоге оба эти салата остались недоедены потому что порция вот такая вот то есть можно заказать один салат на двоих и прекрасно его поесть как и всякие другие закуски это не обязательно про салаты и то же самое так секунду забыла что хотела сказать заказываем стол а не заказывайте сразу много потому что возможно блюдо окажется очень большим ну в грузии мне кажется это все уже поняли когда приехали я знаю как вы просто заказывали сначала прям много как мы заказали бы во владивостоке потому что там салатик он вот такой это там мне не наестся абсолютно а тут бывает салат он вот такой что ты его еще потом домой забираешь поэтому можно заказать сначала одно-два блюда понять наелись или нет а потом заказать еще я знаю что это звучит очевидно но кто из вас так делает мы все иногда об этом забываем что можно не сразу заказывать много можно подождать забирайте остатки это собственно опять мы про контейнер поговорили в походах органические отходы можно прикопать здесь имеется ввиду всякие кожу кожурки от бананов и так далее но только не мясо не косточки то есть ничего такого там какие-то остатки именно животного происходящее происхождение закапывать нельзя а вот обычные овощные и фруктовые можно и закопать это значит вырыть маленькую ямку положить и чуть-чуть прикопать чтобы был доступ воздуха то есть не нужно утрамповывать затаптывать и так далее потому что таким образом она будет дольше разложат разлагаться для разложения нужен доступ воздуха можно следующий слайд сувениры а мясо сушите кстати не помню почему но это вообще общепринятое то есть со всеми компостами чаще всего если это какие-то домашние или так далее мясо обычно не компостируется но я кстати не помню почему давайте я почитаю что у меня есть и может быть где-нибудь в инстаграме об этом расскажу окей потому что сейчас я не могу ответить на этот вопрос сувениры ксюша твой выход не привозите магнитики статуэтки и прочих вам просто чтобы было но здесь конечно есть исключение есть семьи которые действительно своих холодильников хранят все эти путешествия своих друзей и родственников из поколения в поколение но это действительно исключение чаще всего ваши магнитики ну будем честны никому нафиг не нужны это просто лишний хлам к тому же чаще всего магнитики производится не в стране в которые вы их покупаете чаще всего их заказывают в китае либо в каких-то странах где дешевая рабочая сила постарайтесь подобрать сувениры под каждого человека это вообще кстати не только про сувениры это еще и про подарки в целом такой лайфхак во первых можно спросить что тебе привезти и если у человека есть ассоциации с каким-то городом или страной он может что-то заказать и вы тогда привезете и попадете точно в точку точно в точку то что понравится то что будет использовано то что принесет удовольствие дальше это такое знаете для любителя рассмотрите местные блошиные рынки антикварные лавки я любитель поэтому я вам советую потому что иногда там бывают реально классные вещи там я не знаю если связаны с какими-то важными событиями в стране какие-нибудь значки медальончики и так далее они невероятны и вы такие в сувенирных лавках никогда не найдете серьезно и это точно экологично потому что это произведено еще много десятилетий назад но опять же не все оценят нужно как бы точно знать что человеку понравится заранее изучите продукцию местных мастеров и купить сувениры ручной работы это опять же возвращаешься возвращаясь к магнитикам которые производятся чаще всего чаще всего прошу прощения заговаривать чуть чаще всего в других странах потому что там дешевая рабочая сила где изучить продукцию местных мастеров вопрос как вы думаете где в инстаграме ну что самом деле а если они старенькие познакомьтесь с местными и попросите совета но вообще часто пишите handmade и город который вы едете и там можно найти много интересного мы забываем мне кажется век соцсетей мы забываем сколько пользы они могут приносить на самом деле и сколько всего можно найти в соцсетях поиск по хэштегам опять же да кажется забытая штука но я реально так много нахожу вот по своей экотеме я во всех городах снежана смеяться потому что знаешь что я хорошо ищу это мой навык я сейчас делюсь знаете светейшим просто то что я никому не рассказываю в инстаграме реально можно найти мастеров можно на фейсбуке ну просто инстаграм как-то более понятное то чему пользуемся мне кажется можно и в телеграме скорее всего но чуть-чуть посложнее будет есть только поиск по чатам делать там сувениры в таком-то чате такого-то города вот можно заранее тоже посмотреть тут возвращаемся к планированию вот чтобы совместить поездку там сходить в магазинчик или договориться где-то встретиться а еду это классный подарок если вы уверены что она не испортится пока вы доедете если вы уверены что человеку такое интересно если человек не пьет алкоголь вести ему вино из грузии ну прям скажем странно тем не менее кто-то так делать но с алкоголем еще ладно его можно передари да а если это какая-нибудь там чурчхела которая со временем может испортиться человек не ест допустим сладкое или ему вообще это неинтересно аллергия то не стоит но при этом мне кажется классно привозить еду я с ней все будет хорошо потому что ну поесть мне кажется нет людей которые не любят поесть и какой какие-нибудь интересные приколюхи из других стран как-то все любят мне кажется можно следующий про блошиные рынки что это такое я знаю да просто в этом надо много да давайте я у меня там будут мои контакты давайте вы мне просто напишите и я вам скину что я знаю потому что это правда не у нее но там типа ссылками надо я так не расскажу я знаю что лучше не делать сейчас будет капитан очевидность но давайте проговорим на всякий случай можно следующий слайд не ходить там где написан нельзя очевидно или там где вы не уверены что можно это уже со звездочкой потому что если запрещено значит разрешено но конечно это относится не ко всему естественно если мы говорим там в первую очередь про заповедники национальные парки и так далее опять возвращаемся к тропам плюс иногда бывают ну разные дворики например в тбилиси их очень много да они могут привлекать внимание но иногда местные жители очень сильно уже устают от потока туристов так ли вам нужна эта фотография для инстаграма если ну кого-то это напряжет думаю что не очень не бросать мусор понятно не класть его в общую кучу с мусором что имеется ввиду я расскажу на примере владивостока потому что я там этого больше всего наблюдала ты в грузии я видела честно говоря в общем пляж урн нет какой-то полу дикий стоит куча мешков с мусором и все недолго думаю складывать свои мешки тоже туда уверены что это кто-то увезет если нет контейнера если нет таблички складывайте мусор сюда скорее всего ваш мусор никто никуда не отвезет просто кто-то умный один раз положил а все остальные присоединились лучше заберите с собой и довезите до нормального контейнера или до нормальной урны потому что велика вероятность что это не будет выброшено я знаю что есть проблема в азиатских странах во вьетнаме так точно там типа вот так просто к стене кидают кучи мусора ну тут я ничего не могу сказать наверное в этом случае стоит присоединяться потому что другого варианта нет но наверное можно заранее посмотреть действительно ли его вывозят или вот он в течение там недели не знаю нескольких дней лежит все те же пакеты просто они увеличиваются ну или там я не знаю кстати как поступали во франции если вы слышали там была забастовка и не вывозился мусор и все популярные красивые места были завалены пакетами с мусором в этом я кстати знаю как бы я поступил куда его деть желательно просто его не производить тогда и выбрасывать не нужно будет а не шуметь в природных да и не только в природных местах природных местах понятно потому что там живут птички животные и так далее которые вообще не приучены и не должны быть примучены к нашему шуму музыки громким очень разговором а не в природных как мы уже говорили уважение к местным жителям потому что ну они тоже устают от потоков туристов ну либо шуметь до какого-то определенного часа который принят в этой стране это могут быть разные часы это может быть не принято тогда полагать на интуицию и какое-то свое ощущение что ночью например лучше не шуметь не спорить с местными по поводу чистоты порядка привычек очевидно это из серии про уважение но все-таки иногда хочется доказать а что же вы тут свинячите у нас одна планета и так далее не надо не надо вам это не нужно потому что скорее всего вы этого не докажете потому что человек может быть совершенно другого мнения другого воспитания другого уровня развития то есть доказать что-то действительно будет сложно если только это не какой-то ваш хороший друг приятель с которым вы можете порассуждать на эту тему да то есть рисковать не стоит не курите не употреблять алкоголь там где запрещено или вы не уверены что можно опять же если вы едете в какие-то страны лучше заранее прогуглить до скольки можно покупать где можно пить алкоголь если пьете ли если вы курите где можно курить есть конечно такой способ как ориентироваться на местных но я бы так не делала потому что местные есть местные там может быть совсем по-другому ну допустим в некоторых мусульманских странах нельзя пить алкоголь его и возить нельзя его там и не продают и так далее но соответственно не стоит даже пытаться зачем вам это вот можно следующий а это для тех кстати кто кто любит походы и кто ходит в трекинге хайкинге и вот это вот все это книга моей знакомой вали она опытный опытная туристка она очень много прошла разных крутых мест они можно почитать книжка платная но мне кажется если вы ходите в походы то что это отдельная большая большая тема и там очень много вот из серии про туалетную бумагу там и так далее про органику это уже гораздо глубже этом лучше отдельно отдельно изучить если есть такая необходимость можно следующий да вот так вот а вы думали вот так вода сейчас будет тест вспомним так сказать школьные годы ну или там студенческие или не вспомним следующий слайд что такое экологичное путешествие а вы думали а вы думали а вот так у меня на лекциях я много лекций вела для школьников поэтому извиняйте но не стесняйтесь я не буду ругаться все хорошо делать все что он рассказал отлично да ну экологичное путешествие это путешествие которое предполагается соблюдение некоторых правил которые являются нормой подобного вида путешествия когда вы предусматриваете какие-то моменты которые обычно не предусматриваются в путешествиях стандартного типа одноразовый мусор и все такое то есть ну немножко задуматься типа о будущем как все будет и чуть-чуть задуматься о том где ты там живешь все-таки на больнице девятнадцать гость так как класс и ну как-то меньше оставить после себя как бы так уже по следам уйдем да меньше оставить после себя будет более как полночить два класс спасибо большое есть еще версии дополнительные чем меньше мусора ты ставишь тем как логичнее будет так путешествий хорошо можно следующий слайд а я вам говорила еще в начале помните такие листочки были можно запомнить к природе местным жителям и местной культуре то есть мы когда путешествуем и думаем не только о природе не только себе во первых а во вторых не только о природе потому что местные жители иногда тоже очень сильно страдают от туристического потока например я помню когда я была в венеции я была еще школьница меня поразило как там же достаточно узкие улочки вот эти вот пешеходные меня поразило как меня оттолкнула какая-то женщина и потом я узнала что я просто шла не по той стороне ну то есть я там иду просто не думая оказалось что там есть правило как нужно передвигаться и конечно блин у них там тысячи этих людей каждый день в какой-то момент они начинают раздражать понятно что нужно всем быть добрее вот это вот все но тем не менее как есть а какой вид транспорт самый экологичный ноги велосипед самокат да можно следующий лучше без него велосипед самокат на первом месте на втором поезд да можно следующий что взять с собой пески ничего не убрала можете просто перечислять ладно не отдавайте не так давайте это будет не тест потому что реально слишком много подсказок что вы возьмете в свое следующее путешествие это может быть одна вещь по очереди вот так вот нет нет экологичные какие вещи чтобы сократить количество мусоров деньги деньги экологично не вы можете взять много просто допустим вы до этого вообще ничего не брали чтобы вы может 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 быть да вот вы до этого путешествовали вообще без всего да ничего с собой не брали вас был только рюкзак и вещи да что вы вот в следующий раз возьмете я конечно надеюсь что все что я посоветовал но ладно давайте 1 ксения кружку контейнер и прибор я подумала что смачивать ее водой да 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 это супер отлично так и делают это очень экологично смотри ты сама дошла а люди советуют это видишь следующий уровень молодой человек влажно отлично супер кстати год годный лайфхак потому что начиная с купальников и заканчивая покупками и так далее можно взять шоппер ну в целом можно и пакет потому что отлично хорошо круто получается ведете экологичный образ жизни нет серьезно вы прям все съедаете классный это смысле хорошо я там вас никак не шеймли это круто это это окей если вы их используйте много раз если вы купили пакет донесли до дома огурец и тут же его выбросили ну это бессмысленная трата ресурсов а если вы его потом до дыр заносили то нормально разрешаю супер еще макар целом да можно следующий там просто перечисления поэтому можем пропустить сама реклама это мой телеграмм канал с экосоветами каждый день в 10 утра по тбилиси я публикую один совет как сделать свою жизнь экологичнее и по воскресеньям я делюсь цитатами найти выросла на вконтакте поэтому не могу не могу остановиться хочется иногда отстатки но они все про природу все про природу про экологию поэтому не пугайтесь там не будет не знаю волку вот этого всего для вас отдельный согласно и следующее это моя страница в инстаграме там собственно моя жизнь но я там еще про эко тем тоже рассказываю вот кстати да которую почему-то многие думали что я приведу с собой на лекции но я этого не сделала совершенно неожиданным образом собака кстати не очень экологично будем честны и можно следующее я говорила что люблю цитаты серьезно не природе нужна наша защита это нам необходимо ее покровительство чистый воздух чтобы дышать кристальная вода чтобы пить и вся природа чтобы жить не забывайте об этом еще раз напоминаю что планета была до нас она будет после нас мы всего лишь один вид и учитывая что мы творим с климатом возможно мы проживем еще недолго поэтому в первую очередь все все это нужно нам людям не природе вот на этом все и может следующий слайд она без спасибо спасибо спасибо